Ирлан, друг мой, Салем, как твои дела? Рад тебя видеть. Армасан, все хорошо. По теканку работаем над новыми материалами, исследуем. Да, в последнее время заметил, у тебя очень много работы вместе с коллегами. Интересные сейчас происходят процессы. И помимо этих процессов у меня накопились вопросы, о которых ты еще хотел с нами поговорить в прошлый раз. И поэтому, думаю, можем начать уже с казахских племен. Или как правильно обозначить, с чего можем начать? Да, с казахских племен. Хорошо. А конкретно про их? Как расселение, происхождение, про родовые тамги сегодня поговорим. Тема достаточно обширная. Вот, к примеру, условно, давайте сейчас сделаем так, как общепринято идет разделение, применяет структура Казахстана и казахского народа. В целом казахи подразделяются на три крупных подразделения, их называют джузами. Этимология этого слова пока не ясна. Есть разные версии. Кто-то предполагает, что это связано с термином «сотня». Но я думаю, что это не совсем корректно, не совсем верно. Получается, старший жуз, средний жуз, младший жуз. И еще есть внутренние племенные структуры, которые как бы не входят в это племенные объединения. Это некоторые группы, там, Туре, Кожа и еще Тулингуты, Ногалы, Курама и еще различные племена, которые, ну, до сих пор под вопросом они ходят в какой-то там племен, например, младший жуз или это отдельный род. И идут разные споры. На самом деле, вот эти племена, которые являются, можно сказать, основой казахского этноса, они также присущи многим народам тюркоязычного мира и монголоязычного мира. Тут, к примеру, те же самые племена Найманы, Аргыны, Уизуны, Дулаты, Джалаиры, они встречаются среди всех тюркоязычных народов. Более того, даже чаще всего иногда и тамги бывают идентичного значения. Есть племена, которые, ну, можно сказать, рода встречаются, ну, как племенной союз очень давно, а есть племена, которые объединились, ну, ближе, наверное, к XVI-XVII веков. На самом деле, это очень интересная тема, еще предстоит многое, что исследовать. Но сейчас я просто хотел сказать такую интересную вещь, то, что практически, я почему сказал о племенах, аналогичных среди других тюркских народов. Дело в том, что, да, действительно, они присутствуют и в достаточно большом количестве, но почему-то именно среди казахов и казахского этноса они преобладают. И если мы посмотрим на карту расселения племен в других частях тюркского мира, то мы там распределение идет дисперсно. А вот, примерно, на территории Казана достаточно четко структурированная картина. То есть мы от одного названия рода можем сказать, конкретно, какая область, там, практически, как пол Европы может занимать территория. Это были исконные места кочеве. Примерно, если мы возьмем род Арген, да, самый многочисленный род, примерно 2 миллиона 900 тысяч человек, то это практически очень большая территория, начиная от юга России, заканчивая практически Прибалхашьем и вплоть до южных, до северных районов Тараза, да, Джамбулской области. То же самое, если мы возьмем род Найманы, то это практически огромная территория восточного Казахстана и сопределенных районов Алматинской области и Китая, да, Синьцзяне. То есть это достаточно очень обширное распространение. Более того, на самом деле, многие племенные союзы в свое время это были разными государствами, да, то есть у них были свои ханы, свои правители. Когда-то они объединялись в какие-то союзы более могущественные. Чаще всего они могли тоже конфликтовать по, я думаю, даже не этническим соображениям, а чисто из-за политических амбиций их правителей. И это достаточно было распространено. Но в целом, допустим, многие говорят, что в Казахстане есть какие-то факты, как, можно сказать, родового деления или своего рода тройболизма. Я думаю, что тройболизм в Казахстане из-за нашего мировоззрения, да, из-за нашей философии степной, ну, этот принцип щита ата или общей арвахи, конечно, сказывалось то, что племена были очень честно связаны друг с другом, потому что многие племена входили, ну, заключали между собой династийные браки. И поэтому вот практически в Казахстане любой казах имеет не только связь с одним, к примеру, жузом, но и с другими родами, племенами и довольно тесные. И еще, так как, к примеру, если, ну, допустим, человек из старшего жуза, у него мама, к примеру, из среднего жуза, то когда он приезжает туда, то, соответственно, это его нагашалар. То есть достаточно даже очень близкие родственники. И это такая структура, она, конечно, во многом помогала решать какие-то проблемы. Поэтому для нашего народа в целом характерно то, что, в принципе, идет очень такое глубокое уважение друг к другу. Ну, да, бывает, конечно, там, ну, можно сказать, и принцип землячества идет тут, да, есть, как, вот на итысах могли там друг друга подколоть, какие-то характерные особенности подчеркнуть. Но в целом негативного умысла никогда не было, это не замечено. И я думаю, что поэтому, когда Российская империя начала вторгаться, ну, вглубь, да, Центральной Азии, вначале что она сделала? Вот, если мы возьмем государство Золотой Орды, да, которое сейчас недавно касано себя, объявил наследником. К примеру, большинство племен младшего и среднего жуза, да, действительно, они находились в составе Золотой Орды, ну, государства. А, к примеру, старший жуз, да, он больше находился на территории Магулистана и, можно сказать, осколков Чагатайского углуса и Мавиранахра, да. То есть, но на самом деле эти, как племена, они контактировали друг с другом, и это, как сказать, это была просто партийная борьба на самом деле, потому что, по сути, они себя считали частью единого народа, потому что у них был все равно язык один, культура одна, и более того, одни и те же племена. Вот, и, скорее всего, когда Российская империя, ну, ой, вначале Московское ханство завоевало Казанское ханство, Астраханское, соответственно, я думаю, что тогда начался массовый отток с тех районов Казани, Астрахани, и они все в основном бежали на территорию Ногайской Орды и Казахского ханства. Поэтому, скорее всего, Казахское ханство многими историковедами воспринимается как, наверное, последняя попытка ордынцев обвиниться в единое государство. То есть это, я говорю, не из-за того, что я как казах и хочу подчеркнуть важность исторической роли казахов. Нет, просто это исторические события. Если мы посмотрим на казахский этнос, который, ну, можно сказать, официально себя считает основанным в период 1465 году, да, Киреем и Женбеком, то, конечно, они были, эти племена, которые находились на территории современной Казахстана, исторически были окружены в основном всегда только тюркоязычными народами. То есть у нас на юге жили родственные нам узбеки, крыгызы, каркалпаки, потом дальше идут нагайцы, башкиры, татары. Там на севере, на северо-востоке алтайцы, хакасы, тувинцы и практически уйгуры на востоке и монголы, да. Тут тоже, по сути, нам очень близкий народ по культуре, по генетике. То есть, так как мы находились, по сути, в самом центре вот этой великой степи, мы были котлом, да. Поэтому у нас многие племена сохранили свое такое, можно сказать, атажуртовское понимание. Почему, допустим, вот мы, если скажем, род Адай, мы четко можем сказать место их расселения и место их кочеви, да. Это вот, можно сказать, западный Казахстан, Мангиставская область современная и вплоть до Атрау. То есть это говорит о том, что у нас эта тема очень интересная, изучение, но это характерно не только для казахов. К примеру, многие, ну, среди казахов тоже есть такой миф, что «Семь колен» и «Житата» знают только казахи. На самом деле и кыргызы, и башкиры, и татары, ну, некоторые, особенно сибирские татары, они прекрасно знают свою генеалогию. У них даже есть записи, и они могут даже конкретно назвать, какие у них племена. К примеру, есть четко зависимо, что там есть и найманы, и конраты, и аргыны, и, ну, еще очень много племен младшего жуза, да. Вот Тама, Табын и Алаша, да, примерно, они зафиксированы. Я почему затронул тему распада Орды и как в этом, ну, активно участвовало Московское царство, да. Москве было выгодно, вот Москве, в смысле, это Романовым, конечным частям, Рюриковичем, да, в последние годы. Им очень было выгодно внутренний распад Орды. И вначале, когда Московское царство постепенно превратилось в Российскую империю, да, их целью было вначале разделить между собой казахов, башкир, ногайцев и карачаевцев, да, примерно, вот очень близкие друг к другу народы, на разные улусы, чтобы они кого-то поддерживали, например, кто-то поддерживал ногайцев, какая-то партия поддерживала астраханцев, казанцев. А по сути, это, ну, можно так сказать, это был один большой народ. Даже вот у казахов, да, когда Казань пала, да, в 1552 году, для многих это было, ну, как потеря собственной, собственного города. То есть они не воспринимали, что земля принадлежала татарам. Для них это был, ну, единый народ. Вот, конечно, они там не подчинялись друг другу, были конфликты, ну, как межусобные. Но это характерно для многих народов, и вон Европа тоже друг с другом билась. Но Российская империя начала делать так, чтобы, как, очень активно посылать, начала своих послов, чтобы они активно начали, ну, борьбу, да, внутриусобную. Потому что тем самым они мешали единой консолидации. Это сработало. Но я думаю, вот, почему Россия, ну, Российская империя смогла стать великой, да, именно в Евразии, потому что помимо немецкого, да, влияния, там, например, вот практически мы знаем, что все Романовы были немцами, да, они очень подключили в свои союзы и крупные литовско-польские рода, да, вот, например, там, и очень большое количество тюркской элиты, которая, приняв православие, ну, по сути, стала такой, можно сказать, неотъемлемой частью русского дворянства и княжеских родов. И поэтому, конечно, князья, и это многие русские известные рода, Роман, Юсуповы, Мансуровы, Киятовы, Байтирековы, Сабуровы, Тургеневы, Тимирязевы, они внесли большой вклад в развитие Российской империи. Соответственно, Российская империя, когда расширялась, ей нужны были новые территории и новые зоны влияния, потому что на юге уже там Англия, Франция тоже наступали. И когда окончательно были разделены между собой казахи, нагайцы и, к примеру, башкиры, то, начиная с 1730-х годов, началось активное внедрение уже самой крупной части вот этого тюркского мира, да, качевого мира. Это вот непосредственно казахи, узбеки, кыргызы. Это очень крупные по населению, да, племена, очень близки друг к другу. Даже вот сейчас вот у нас активно говорят, что мы себя там казахами называли, да. На самом деле у людей в то время не было такого понятия, как национальность, да, потому что это был поздний географический термин, который был введен в 19-е годы в Европе. У нас местное население называло либо себя по племенному союзу, которому они, ну, народ, да, причисляли, либо по имени правителя. Поэтому они себя могли кое-где назвать и узбеками, как правителя хана узбека и его линии. Также могли себя нагайцами назвать, и для них это было, ну, нормальное явление. То есть это вот, то есть как, кто правит, вот, например, в Америке спрашивают, кто правит сейчас, они говорят, ну, Трамп, значит, мы трамповские или там байденские. Это вот такое было понятие. А уже вот это генетическое, этническое, это уже, конечно, позднее явление. И поэтому вот и путаницы там были, как нас называть там, как угодно, нас и татарами назвали. И киргизами. И киргизами, да. Поэтому, ну, если мы посмотрим внутреннюю племенную структуру, то мы вясним, что, в принципе, там, говорят, киргиз из рода Аргин, из рода Караул, да, или Каджигалы. То есть это говорит о том, что у людей было свое понимание родства, ощущения. И вот когда Российская империя дошла до самой крупной части, конечно, стал вопрос. Потому что все равно вот племена, которые, ну, ставили основу казахского, да, народа, они были очень многочисленны. То есть даже казахи вплоть до 20 века по переписи населения среди кочевых народов, тюркоязычных, были на первом месте. Это много, ну, очень известный факт. Поэтому нужно было как-то разделить этот племенную структуру. Начался с того, что поддерживали каких-то ханов, да, которые, ну, по сути, можно сказать, не имели права на власть, да, по каким-то своим причинам. Но их начали ставить при поддержке, ну, можно сказать, короны Российской империи. И, соответственно, уже началась такая борьба, что друг другу племена не подчинялись. И так, я думаю, что вот это понятие жуз, это проект Российской империи. Все-таки проект, да? Это был проект, потому что, смотрите, вот мы знаем… Здесь косвенные какие-то… К примеру, мы знаем Толиби, Казбекби или там Айтекиби, да? Мы ничего не знаем об их предшественниках, какие были бии. То есть мы знаем, что бии были, но чтобы конкретно бии старшего жуза, бии младшего жуза, такого понятия не было. Да, еще этот… В других жузах могут быть… В двух жузах могут быть одно племя, правильно? Да. А в младшем одно, в среднем. Это как бы косвенно тоже доказывает, что это искусственно, да, немножко? Да, это была политика, да. Ну, разделение. В итоге это сработало. Вначале присоединился младший жуз. Да, да, да. По сей день где-то работает, так скажем. Да, и я, конечно, пока мы не поменяем свою философию, она так и будет работать всегда. Нас всегда будут использовать, потому что, честно сказать, у нас люди совершают одни и те же ошибки. Я вообще сторонник того, чтобы в будущем на научном уровне, на территории Казахстана, да, вот не будем говорить про другие тюркские страны, у них свои законы, свои правила. Я сторонник того, чтобы вообще в термин жуз убрать из исторического понимания. То есть племена, рода, они есть, это наша часть, это название, потому что некоторые рода действительно встречаются как среди, к примеру, среднего, так и старшего жуза и младшего жуза. И более того, если проводить даже генетическое родство, то многие племена тесно связаны друг с другом, несмотря на то, что они находятся в совершенно разных странных территориях. Разных территориях, да. Или областях. Областях, да, потому что они очень все равно близки, тесные связи были намного ближе. К примеру, допустим, вот касательно термина, если мы посмотрим, вокруг чего племена объединились, то мы видим, что, к примеру, вот у нас как идет такая идеология, то, что был, как, был такой Абулхаир, да, хан у кочевых узбеков, да. А мы сейчас по Исимберлину или по… Нет, нет, это общий… Да, 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 но я просто люблю Ильяса Исимберлина. Да, вот, кстати, он в свое время привлек внимание к этой теме, да, это очень похвальный труд, действительно интересный, то есть он собрал мифы и легенды того периода времени, потому что, видите, уже к его году жизни там половина, можно сказать, знати, элиты, которая, ну, действительно разбиралась в этой теме, она была, ну, уничтожена, либо вынуждена была уйти с этой территории. И, конечно, хоть что-то сохранилось, это очень сильно повлияло. Я вот хотел подчеркнуть то, что, на самом деле, вот, нам как привносят, что вот казахи, да, перекочевали в Семеречи и основали там казахское ханство, да. Но, на самом деле, если мы так углубимся, то историческим центром казахского народа, так и других тюркских народов было все-таки Семеречием. Изначально? Изначально, да. Потому что все племенные союзы, все города, если мы даже посмотрим легенду о происхождении любого казахского рода, в той или иной мере они все связаны с территорией Семеречи, Житесу, Каратал, Тарас и так далее. Почему? Потому что юг Казана, это самый, можно сказать, юго-восток, это очень обширный регион, это самый по климату был благоприятный, и всегда было много воды, травы. И было очень большое количество городов, то есть для любого племени было важно иметь свою там ставку. Поэтому, например, вот мы если даже посмотрим, да, вот род, да, Арген, могли кочевать где-нибудь в Кемерово, да, в России, а зимовки у них в основном были на юге, вот при Балхаши, Моинкум и туда доходили. Даже бывало южнее. Южнее, до Дашкента могли доходить, где-то даже вон… Ну, я тут вот в книжке тоже читал, что могли даже до Ирана дойти и там остаться. Да, да, это их нормальный был. Да, обычный. Это нам сейчас искусственно разделили эти границы, поставили какие-то области. Это как вот, например, сейчас вот была Единая Алматинская область, взяли, разделили, сейчас появилась там Житесуевская и Алматинская. И, конечно, уже раньше подчинялись, примерно, там, в Кунаеве, а сейчас приходится ехать в Талдыкурган, да, например, людям. Это нормальное явление, но на самом деле это, видите, Казахстан огромная территория, и, соответственно, нужны были разные способы управления людьми. Потому что это нормальное явление. Да, я вот просто хотел, как отметить, что, например, вот термин «старший жуз», да, у нас в большинстве случаев переводят как «большой жуз» или там, ну, «старший жуз», да. Ну, на самом деле, если мы так углубились, улы, улы, британия, да, улы, там, великая китайская цена, термин есть улы, да. То есть, скорее всего, улы – это был такой основной костяк. Так, если мы даже посмотрим на древность племён, да, то, конечно, мы замечаем, что большинство племён, которые входили в «старший жуз», да, вот, которые сейчас, по родной структуре, они действительно, ну, как запечатлены во многих источниках в древних, да. То есть, к примеру, у среднего жуза уже есть эти рода, но не в таком большом количестве, потому что, я думаю, скорее всего, урта и младшие жузы, они появились как, ну, можно сказать, отделение, как ветви, когда уже… Возможно. Потому что, но даже если мы посмотрим вот самый крупный род орган, о нём действительно, у меня просто мама из рода орган, конечно, я поэтому очень серьёзно изучал род орган, но я заметил такую интересную вещь. Практически даже до времён, да нет, до 14-го веков практически нет сведений о роде орган. Вообще, кстати, вообще ничего нет. Хотя это вот резко после 15-го века, это уже самое крупное подразделение. Скорее всего, я думаю, что этот род был сформирован. Кстати, вот в древне-тюркском языке есть такое слово «архон». Архон, архон. Кстати, вот многие переводят «архон» как «архун», да, «архун». Да, «аригун». Вот в этой книжке, кстати, «Шахмала Тата» написано «аригун. Сквозь века и пространство». Вот сразу видно, ну честно сказать, я скажу лично своё мнение, не хочу обидеть автора, но сразу видно, что человек, ну, как сказать, был подвержен такой, можно сказать… Мейнстриму? Мейнстриму, да, потому что слово «гун», которое, ну, сейчас говорят, что были гуны, на самом деле это слово было выдумано в 1926 году иностранцевым, советским учёбам. Термин «гун» — это неправильная трактовка термина «сюну», который был записан в китайских источниках. Поэтому «сюну» и так далее. Они руну просто прочитали разными звуками, да? Да, да, то есть в китайских языках «сюну» говорили, поэтому транскрипции, как вот мы же не говорим «хинхян», мы говорим «синьцзянь», мы же не говорим «хаоми», мы говорим «сяоми». То есть вот эта романизация, когда происходила, «икс» и «я», и она давала именно «си». И вот просто человек, можно сказать, сам запутался и запутал других людей. Но слово, например, «аргун» или «аргун», она действительно зафиксирована в древнейших источниках, и больше она известна как слово «многочисленный». Поэтому я думаю, что даже термин «аргун» очень подходит именно к значению «многочисленный», потому что действительно самое крупное родовое объединение, очень множество племен, и чаще еще племена, если мы даже посмотрим генетическую карту, не имеют друг друга общего, ну как общих генетических сведений. То есть там видно, что племена варьируются разные. А получается, это этноним тогда с какого языка? Если это многочисленный, то… Я думаю, что какая-то древне-тиркская форма, как «аргун», то есть «аргун» — это множество, многочисленный. И это действительно так выглядит, даже современные аргыны чаще всего подразделяются на такие крупные подроды, как «атыгай», «канжигалы», «каракисе», «караул», «тарахты», «тобыхты». И у них до сих пор идут споры, ходят ли они в состав аргынов или не входят, как некоторые племена. И даже чаще всего идут какие-то споры. На самом деле это говорит о том, что, скорее всего, эти племена были объединены ближе к XV веку на основе какой-то очень мощной племенной структуры, и они были объединены в эту ячейку под названием «аргун». Ну, как многочисленный. Плюс есть ещё, к примеру, в Карганистской области такая местность, как «арганата». Я думаю, что это тоже могло быть объединено где-то вокруг какой-то местности, к примеру, «арганата», где племена, ну, как бы условно стали частью какого-то единого образования. И в XV веке действительно, начиная с XV века, аргыны уже такой известный род. Резко он начинает замечаться и в других частях Центральной Азии, Крыма, Татарстана, вплоть до Узбекистана. То есть это, на самом деле, это тоже загадка, по какой причине они объединились именно резко в такое большое количество. К примеру, род Кирей, Найман или Хунрад, они заоксированы ещё в эпоху Чингисхана. Прямо явно видно, есть сведения, но почему-то аргыны не заоксированы. Кстати, странно. Да, но на самом деле, я думаю, нет, если они не были заоксированы под этим именем, это не значит, говорят, что их там не было. Скорее всего, они были, может, они были частью и Кирейского, и Найманского племенного союза, потому что даже вот такое есть выражение, как «арган Найман» очень близкие. Вот тут, допустим, про аргынов пишется, что о происхождении названия этнонима аргын русские историки пишут по-разному. Среди них заслуживает внимание наименование «Улок Йергин» из арханно-ионисейской надписи. В древние времена это племя «Улок Йергин» кочевало восточнее монголов. Китайцы называли их «бай-ягу». Как уже говорилось, в китайской транскрипции отсутствует «р» — в середине слова и опускается последнее согласное. Если восстановить эти утраченные в китайском написании буквы, то мы получим «бай-арган» и «улок Йергин», суть одной и той же, означающейся «великий арган», «великий богатырь-муж» среди гунов. Если это так, то можно прийти к выводу, что аргыны — потомки тюрков, которых китайцы называли «хо-хо», по-нашему «уйгур» из Тайфы и «канлы», по-нашему «арбалы», по-китайски «гагу». Выходят мы из Тайфы «бай-ирган». В летописях более позднего времени аргыны, узнаваемые в наименовании аргынот. Так называется род, восходивший состав улусов Джучи, Чагатая, сыновей Чингисхана. Ну, лично, да, вот «бай-ирган» действительно встречается, это слово, но я думаю, что как… Допустим, смотрите, вот он сказал там про VI и VII век, когда это слово присутствует. Сейчас еще раз посмотрю. Ну да, это древнестюзкий период, это вот VI. Но, допустим, позже, до времен Чингисхана это не встречается. То есть и то, что аргынот и, может, какую-то связь есть, тоже это вероятно. Но странный парадокс, что, допустим, мы четко видим названия там Конрад, Капшак, да, Уйсун, там, Дулат мы четко даже видим. А вот аргын мы позже видим. И еще даже если посмотреть, от кого, соответственно, род аргын ведет свое происхождение, от знатного государственного деятеля Золотой Орды Кодан Тайши, да, который, ну, примерно, жил в 1350-х годах, вот в этот период. И получается, он считается предком всех аргынов. Ну, на самом деле, это невозможно, да, чтобы один человек стал прародителем такого. Ну да, это более такой миф, легенда больше. Скорее всего, это была очень такая знатная личность, да, имевшая очень высокое влияние в этой ордынской иерархии, и вокруг него, которые племена к нему посоединились, впоследствии они стали за некие его, наверное, какие-то общие симпатии к нему, скорее всего, они присягнули к нему, наверное. То есть, я к чему клоню то, что связь вот этого термина иргин с аргынами, я считаю, что очень маловероятна. То есть, я думаю, что это, тем более, иргин, я знаю, как она пишется, она, ну, скорее, если бы писался аргын, то она бы так и писалась аргын, да, или аргынот, как он там говорит. Там просто, видите, допустим, есть племен аркинот, то есть, какое, ну, название, допустим, очень много общих. Да, да, да. Допустим, вот есть кирей, киреид, и все нужно исследовать на самом деле. Но факт остается фактом то, что непосредственно предки аргынов играли очень важную роль в Золотой Орде, так и в Казахском ханстве. Даже и сейчас это мы видим. Ну да, я вот быстренько скажу, вот, допустим, книга «Кочевники» из Симберлина начинается же, так сказать, с экспозиции того, что Дайр-Ходжу, да, как бы убивают, по-моему, тоже там, Хобланды, да, по-моему. Вот, и с этого начинается весь движняк и, как бы, вся история. Я думаю, тоже это, как, такая драматическая, как называется, развязка, чтобы, ну, как, был повод разделить казахский этнос. Я думаю, что… Так, стоп, подожди еще раз. Это, короче, история, как бы, написана так, чтобы разделять и властвовать? Да. Я думаю, что это был политический ход. Да, возможно, может, если им веро не о своей, да, как называется, ну, как от… может, он сделал хотел как лучше, но получилось, что вот этот миф был, ну, как сказать, популяризирован. То, что там Капшах с Оргеном поссорились и из-за этого… А есть какие-то еще варианты, что могло произойти? Нет, на самом деле, это Орда. Это очень жестокое время. Ну, государство, да. Почему отец с сыном могли воевать, брат с братом, почему? Потому что власть. Да, это нормальное явление, как битва за престол и, конечно, битва за влияние. Племена объединялись, создавали новые союзы, могли даже братские рода настолько перессориться, чтобы войти в состав другого рода. Я понимаю, ну, в те времена же в любом случае нужен же был повод даже, чтобы воевать там, да, или там откочевать, или там еще что-то, какой-то повод нужен был. И это вот это, ну, получается, убийство, это не был повод, и, возможно, его как бы и вообще не было, да? Нет, нет, возможно, просто был повод, и российский… И PR-служба очень классно сработала. PR-служба, да, сработала. Это как сейчас, допустим, если нужно государству, оно может раскрутить любую тему, на самом деле. То же самое Российская империя, это достаточно очень сильная, ну, как сказать, организация, да, вот, особенно верхушка. Я не говорю про вообще русский народ, я говорю про именно Готорп-Гольштейновскую канцелярию. Кстати, Готорп и Гольштейны, вот, Романовы, да, которые известны, они очень являются близкими родственниками практически половины знати Европы, да, они входят в Альденбургскую ветвь. Вот многие думают, что Романовы — это русский княжеский род. Вот, на самом деле, Романовы пересеклись после, грубо говоря, смерти Петра Второго, да, потому что Петр Третий, который являлся внуком, да, но он был внуком по женской линии. Соответственно, его родственникам был… Крытые англосаксы, да, такие… Можно сказать англосаксы, да, это действительно, Альденбург, это очень… Нет, ну смотри, да, нет, ну я к тому, что их вот эти вот движники в плане, когда они у власти, они прямо, если так посмотреть, анализировать, очень похожи, что делают англосаксы и что делают… Да, по сути, потому что, если так углубленно взять историю России, да, почему, потому что она все равно тесно связана с Казахстаном, даже вот одна из причин, почему у нас самая большая протяженная граница, практически 7 тысяч километров. Это не просто так, это не историческая случайность, и даже то, что у Казахстана такая огромная территория, это не случайность. Нет, понятно. Это результат очень, можно сказать, тысячелетнего этногенеза происходившего. И, допустим, Казахи, да, кстати, Казахи, вот я хотел бы подчеркнуть, чисто юридически, мы, к примеру, являемся сразу автохтонными жителями сразу, можно сказать, трех стран, да? Казахстан, даже четырех стран, это Казахстан, Китай, Россия и Узбекистан, то есть исторически проживали и там, и там, и там, и это были местные явления, да, то есть поэтому вот многие говорят, что там Кандас или такие называют Уралманы, на самом деле этот термин тоже не нужно употреблять, потому что… Казахи, Казахи, да, чего уж… Казахи Китая, они не являются диаспорой, то же самое, как Казахи России не являются диаспорой. Ну, они там как бы изначально… Да, они являются иридентой. Иридентой? Иридентой, то есть такой есть термин. К примеру, азербайджанцы в Иране, они являются иридентой, то есть это не диаспора. То есть это часть народа, жившая на своей территории, но в силу каких-то политических или исторических… Я бы хотел так рассказать вкратце, какие племена, да, просто эта тема очень сильно волнует людей, и это очень хорошо на самом деле. Я, допустим, лично, когда человек интересует своим родом, и даже иногда, когда он говорит о значимости или каких-то великих деятелях, я к этому отношусь очень позитивно. Почему? Потому что, во-первых, когда человек знает, кто он такой, у него есть очень мощный фундамент. А во-вторых, когда человек знает, кто были его предки, соответственно, на него какая-то возлагается ответственность. Да, шаг лего, шаг права, репутационный момент. Поэтому даже это мы видим по многим династиям, да, каким-то артистам или писателям, у них есть все равно какой-то статус, да, и их потомки, их дети уже все равно хотят они этого, не хотят, уже несут какое-то бремя. Да, даже нет, даже вот в детстве, я помню, всегда дядьки на районе, когда пробегаешь, ты что-нибудь сделаешь, спрашивают, Синь Кун Бавасас, и ты такой, Валерин, сейчас скажу, там, до папы дойдет. И еще вот я заметил такую интересную вещь, когда даже в школе, когда, ну, казахские дети балуются и их ругают, потом, когда спрашивают с какого-то рода, они никогда не называют свой род, там, выдумывают другого, лишь бы, да, то есть он может им свое имя опозвать. Получается, да, на подсознание этого очень сильно работает. Да, это очень многолетняя была структура, она очень влияла, допустим, вот, если мы углубимся в племена, допустим, начнем, да, со старшего жуза, то есть такие племена, как Жалаир, Дулаты, Албаны, Канлы, Ошахты, Сыргали, Шапрашты, Сты, да, то есть вот такие, ну, Сарисун, Суаны, уже по численности поменьше. А средний жуз, он, конечно, состоял из такой, можно сказать, шестерки, да, Аргын, Кирей, Конрад, Хапшах, Найман, да, то есть такая шесть крупных племен. Внутри, к примеру, вот есть племена, которые, ну, не совсем, как бы, считаются еще ответвлением, либо вообще отдельным родом, да, например, вот Тобахты или Тарахты, они иногда себя не особо называют Аргынами, да, но это тоже, как сказать, дело от трактовки исторических событий, потому что еще племена могут объединяться и разделяться даже внутри там. Кстати, многие племена действительно были объединены к какому-то мифу. Это даже видно, что вот даже взять эти казахские мифы, да, как произошли племена, то говорится, что были некие там три братья, у них были свои там три. Да, кстати. То есть людям, ну, я понимаю, почему использовали такие, как сказать, легендарные личности, мифы, потому что людей объединить очень сложно. И иногда эти племена, даже если взять на внешний облик казахов, да, или, там, например, узбеков или т.д., мы видим, что это чаще всего разнятся, потому что даже антропологически видно, что даже внутри одного рода могли быть абсолютно разные гены, племена. И, соответственно, все это предстоит изучать, но интересен факт, что, ну, обычным людям очень сложно объяснять этногенез целого народа, поэтому приходится, можно сказать, применять к мифотворчеству, да. То есть, говорите, вот был такой великий человек, и мы все его потомки, а если углубиться, то, ну, как, допустим, пример, возьмем там род Арген, да, у них есть G1, R1, где-то C2 есть группа. То есть, мы сразу можем даже по гену определить, что конкретно вот этот человек никак не мог быть по мужской линии родственником вот этого человека там на протяжении минимум полторы тысячи лет. То есть, и, соответственно, ну, благодаря генетике можно много отследить. К примеру, вот если мы, ну, это подтвердят многие исследователи, да, есть племена, у которых прям генетические совпадения достаточно точны, прям четко мы видим, что действительно племена объединены были. Но чаще всего это племена, ну, можно сказать, небольшие по численности, потому что когда огромный род, который там до трех миллионов человек достигает, конечно, это очень крупный союз. То есть, возможно, это союз сразу нескольких очень крупных объединений. То есть, ну, генетика все ставит на свои места. Вот я за счет, правда, видите, иногда бывает, что генетики, ну, как сказать, берут ДНК-анализы у людей, которые называются, например, аргенами, да. Но когда углубляешься, вот ко мне много людей приходило и говорят, вот я из северного Казахстана, скорее всего, я арген. Просто из-за того, что в основном там живут аргены, и он думал, что он арген. Но когда мы начали более углубленно изучать, выяснилось, что он, оказывается, кирей из рода Ашамайлы. Вот таких очень много было. То есть, человек, ну, видит, что вокруг аргены большинство, он думал, что он тоже арген. И, соответственно, такой человек задает ДНК-тест. Или наоборот, бывает, что человек всю жизнь думал, что он арген, а оказывается, у него там папа Сюзка-Мен-Ныгорска, да. Маугли тоже думал, что он волк, да, да, да. Это, ну, видите, мы же у каждого свои. Да, нет, конечно, конечно. Плюс еще в годы войны, действительно, много что в годы войны, там, коллективизация, много что изменилось. Какие-то племена бежали на юг, какие-то на север, ну, много явлений, поэтому все это предстоит изучать. У кого-то, ну, кто-то попал в детские дома. И, можно сказать, в общем, сейчас, грубо говоря, вот если подытожить то, что ты сейчас говоришь, получается сейчас, как бы, такая каша, клубок, да, который нужно распутывать. А если распутывать, то очень тяжело идет, потому что мы упираемся в то, что потеряли много людей. Я даже, вот, я про свой род мало знаю, да, Архангханжгала, потому что дедушка нас покинул раньше времени, и я уже, как бы, ничего не знаю, кроме того, что Богенбай, Ханжгала и все. Ну, как бы так, грубо говоря. Ладно, дальше. Это очень хорошо то, что даже, ну, ты знаешь, что… Ну, это да, потому что я ведь встречал людей, которые вообще не знают, и я только думаю, блин, хотя бы так. Да, благодаря этому ты можешь примерно отследить много данных из своей исторической линии. Ну, я, допустим, я, честно сказать, вот сильно люди есть акцентируют, да, на каком-то, ну, жузовом или родовом понятии. Но, как показывает жизнь, ну, как даже близкие родственники не всегда могут тебе стать очень хорошими друзьями, соратниками. Допустим, даже родные два брата не всегда могут ужиться. А вот, допустим, то, что мы хотя бы знаем вот эту структуру племенную, да, допустим, мы знаем расселение племен, то это говорит о том, что у нас есть хоть какая-то база информации, да, к примеру, многие народы, к сожалению, нет у них сведений. А у нас мы можем, ну, вот когда мы все называем, что мы там потомки воинов Чингисхана или там потомки воинов Хатиллах, мы можем это иногда подтвердить. За счет чего? За счет того, что у нас есть очень крупные племенные союзы, которые действительно были зафиксированы как в исторических трудах. Ну, тот же язык тоже много чего. Ну, язык, да, то есть у нас, по сути, ну, на такой огромной территории, ну, по сути, очень племена друг друга хорошо понимали. Я хотел сказать такую вещь насчет языка. Вот это сейчас чисто мнение мое и моих коллег. Скорее всего, на территории Центральной Азии существовало несколько, ну, разных диалектов, да, то есть племена, допустим, общались, ну, на абсолютно разных языках, но, скорее всего, какой-то был общий литературный язык. Думаю, он, вот этот так называемый чагатайский язык или тюрки, я думаю, что это был действительно общий, таким, литературный форм языка. Для него характерны чекани и йокани. И он, пример, если мы посмотрим переписку казахских ханов, да, и когда они переписывались там с другими султанами, либиями из других ханств Центральной Азии, то они переходили на вот эту тюрки. И если мы рассмотрим, какие слова там присутствуют, там куч, там мгра, мы замечаем, что там было характерно чекани. Вот, и я думаю, что вот это, даже, кстати, многие сейчас, ну, я недавно в интервью сказал о одном, то, что чекани — это тоже казахское явление на самом деле. Вот в современном казахском языке практически все, где встречаются че, они переходят в ше, да, в шекани стало. Но если так углубиться, в пример, современный казахский язык, литературный, он был сформирован на базе именно, можно сказать, аргынокепчахского диалекта, вот северо-восточного Казахстана, да. Почему? Потому что люди, которые, ну, стандартизировали казахский язык для территории, они были, ну, в основном уроженцами севера, да. Это, к примеру, современный итальянский язык, он возник на базе тосканского языка, да. Ну, Ахмед Байтурсонов, да, Браилт Насарин, они уже все северо-восточные. У меня, на самом деле, я скажу лично тоже свое мнение, не мнение моих друзей, а вот именно мое мнение. Почему? Вот есть же, как мы же говорим, что вот они боролись за, там, тюркское единство народов, вот эти там многие известные деятели. Но интересный факт, то, что почему-то они все хорошо говорили на этом языке, тюрки, то есть друг друга понимали очень хорошо, переписок вели. Но когда стал вопрос о едином языке, да, ну, каком-то языке, каждый из них начал стандартизировать какие-то местные формы. И, соответственно, было забыто. И вот, допустим, сейчас, когда казахи, можно сказать, чека не слышат, чай, они думают, что это либо узбекский язык, либо там другой язык. Или кыргызский. А на самом деле, если вот возьмем даже чагатайтале, то он возник на базе карханитского языка, тоже джитусу. Но если мы углубимся еще дальше, то мы выясняем, что вот это так называемое чагатайтале, карханитский язык, другие языки, они были сформированы как на базе общего литературного языка в древне-тюрских памятниках. То есть мы даже видим, так как мы специалисты по древне-тюрской рунике, мы видим, какие слова были зафиксированы в древне-тюрских языках. То есть примеры слова куч, киче, или там кучлук. Да, кстати, вот пример, найманского хана звали кучлук. А у нас как сейчас переводят, как кушлук. Стараются вот ше добавить, лык. И когда говорят, что в оригинале его имя было как кучлук. Или, допустим, кутлук. То есть сейчас в Казатане это имя не очень популярно. А я вообще его не слышал. Да, а кутлук в древне-тюрских источниках встречается практически во всех регионах. Это очень распространённые, а слово кутлук, то есть одарённый кутом. И вот таких очень много терминов. То есть на самом деле нужно вообще исследовать. То есть вот сейчас мы говорим чагатайтали, но что такое чагатайтали? Это язык семи речи. То есть почему он был распространён на весь её территорию? Потому что он был языком административного. Поэтому он был и понятен и узбекам, и татарам, и башкирам, и другим народам. В древне-тюрских источниках было чётко зафиксировано слово «тамга». Вот недавно мне такой учёный есть, Напиль Базилхан. Он мне прокомментировал, сказал, что я якобы не знаю ни историю, ни язык, ничего не знаю. И вообще не пойму, кто я такой. И то, что я сказал, например, в Аманжан Байтасу, что действительно слово «тамга» зафиксировано в древне-тюрских источниках. Оно даже зафиксировано в более поздних источниках. Слово «тамга». К примеру, если мы посмотрим словари других тюркских народов, и монгольских, и даже венгерского, и болгарского языков, то мы обнаружим, у них тоже есть слово «тамга». Более того, даже русское слово «таможня» тоже происходило слово «тамга». То есть буква «г» перешла в букву «ж». Это говорит о том, что у нас есть действительно письменные источники, что слово «тамга» встречается и в древне-тюрских источниках. Более того, есть даже была такая должность «тамгачи». То есть человек, который хранил печати Кагана. То есть это очень почетная должность, это, можно сказать, очень близкий правоподписи имел лица Кагана. Мы это слово видим в «тамгачи». Вот слово «тамба» вы нигде не найдете. То есть, скорее всего, «тамба» — это уже более позднее, ну, как можно сказать, региональное явление. Казо-СССРское явление, да? Нет-нет, слово «было» это. Было? Было. Но слово «тамга» она защита. Может, оно имелось в виду что-то другое, типа вот «тамга» — это родовой знак, да, там, а «тамба» — это типа что-то, не знаю. Я думаю, просто это уже, наверное, уже как диалектное звучание. Возможно, кстати, возможно. Потому что, кстати, вот большинство наших историков, из-за того, что не владеют древне-тюрской письменностью, не владеют карханинским языком, не владеют основами чагатайского языка, конечно, как сказать, много занимаются мифотворчеством. Это чувствуется. Но когда с ними начинаешь приводить факты, то есть вот слово «тамга», мы видим, как это заферное слово в древне-тюрском памятнике, там, к примеру, Кулькигин или Белькей-Каган на такой-то такой строчке. Вот, к примеру, в восточно-азиатских странах заметно, что самолеты падают чаще. А знаете почему? Они не пользуются приборами? Нет-нет, ну, потому, что в восточно-азиатских странах не принято, чтобы младшую подсказывал старшим. А, в этом смысле? Да. И, к примеру, если человек старше, это не значит, что он умнее или профессиональнее. Окей-окей, да, это и так просто, к слову. Да, но нет, это тоже надо с этим, нет, действительно, бывают очень люди опытные, обладают знаниями, но не все люди такие, к сожалению. Да, к сожалению, да. То же самое, как не каждый молодой специалист. Не, ну, по сей день нам вот 30, вот сколько, 33 года прошло с момента независимости, мне по сей день никто не не объяснил вообще, ну, хронологию и структуру казахского ханства, потом республики Казахстан, что было между ними. По сей день, по сей день никто мне как первокласснику не разжевал. Ну, типа, мне это кажется странным, а потом они еще и не нравятся им. Я вот сейчас думаю, что вот у нас сейчас в основном упор делается на казахское ханство, да, прямо сильный акцент. Да, не знаю, то вроде казахское ханство, потом Альт-Норда. Да, я думаю, что нам, вот, к примеру, если мы посмотрим Китай, они свою историю ведут от династии Хань и династии Цинь, да, которые объединили Китай, одним из первых. То же самое, если мы возьмем Италию, да, они не говорят, что они потомки там флорентийцев. Нет, они римляне. Они себя считают потомками Древнего Рима. И я думаю, тоже нам нужна такую идеологию. Вот у нас есть четко зафиксированный Великий Каганат, Тюркский Каганат, имеющий свою собственную письменность. И нам нужно, ну как, даже на законодательном уровне, на государственном уровне себя считать прямыми потомками этого Древнего Рима. Понятно, что любое крупное объединение, он всегда может делиться, но рано или поздно они снова могли объединиться. Кстати, это произошло и во времена Чингисхана. Чингисхан ничего нового не создал. Вот многие сейчас идеализируют, он там сотню создал, десятников, он создал, он полностью действовал по модели Великого Каганата. Почему? Он же тоже чем-то вдохновлялся. Но велосипед не придумал, да, просто по лекалам шел. Да, да, это лекалы, шаблоны. Мы ничего нового не придумывали, это исторические события. Но у нас просто, видите, сильно идет, когда мы изучаем казахскую культуру, сильно ее идеализируют, они думают, что казахская культура может нас привести тоже к какому-то объединению и так далее. Нужно учитывать, что история, это очень такой большой промеж. Надо изучать, какой период казахского ханства. Был действительно период казахского ханства, когда, например, Казахстан чуть ли не до Крыма увеличил свою территорию. Да, да, да. Я вообще не знал, что столько событий происходило в казахском ханстве до прочтения книги Есимберлина, даже если это как бы художественная книжка, но там столько моментов в каждом годе и при каждом хане были междоусобицы и так далее. Ну, это даже вот мы... Ну, Игра престолов по-казахски, я прям обалдел просто. Кстати, честно сказать, если вот так изучить историю тюрков, да, к примеру, то есть Узбек-хан, когда пришел к власти, он практически всех своих родственников, которые тоже могли теоретически претендовать на власть, ну, можно сказать, умертвил. Да, да. То есть там такие баталии. И это же Орда, то есть это империя. Это тут в маленьких, да, там, городах какие-то идут борьба, да, там, за влияние, а тут, когда империя, когда идет разделение, можно сказать, капитала, то там уже родственные вузы даже забываются. Кстати, вот многие думают, что если государство управляет, значит, это плохо. Во-первых, государство — это всегда порядок. Да, Орда. Вот, потому что мы даже вот видим, где, ну, племенах, например, там, где в Африке, где Зимбабве, где власть, примерно, теряется, там находится хаос, там люди друг друга не слушают. Поэтому, чтобы был какое-то единое, единое, как безопасное пространство, конечно, государство — это символ вот этого порядка. То есть я сторонник законности. Я вообще думаю, демократию как бы придумали вообще кочевники. Ну, выбирают себе одного на время какое-то, на какое-то время, потом у него что-то не получается, до свидания. Тут, на самом деле, тоже… Ну, другое, тоже так. Разные были периоды, были периоды юзурпатерства власти. Ну, и без этого, да. Да, то есть это очень большие исторические события, поэтому каждый период нужно исследовать отдельно. Насчет того, что власть принадлежит народу, я, ну, честно сказать, не совсем в этом уверен, потому что исторически, ну, всегда, мы даже посмотрим, исторически во всех культурах всегда была некая такая верхушка, имевшая, ну, большие связи с их капиталем, она влияла на практически все… То есть, по сути, вот как это принцип проекта, 20% людей вершили судьбу в 80%. Ну, да, да. Почему? Потому что это общепринятое явление, потому что, вот, допустим, есть люди, которые действительно полноценно готовятся к управлению, да, там, обучаются, получают звания, работают в сфере, да, управления общностью, потому что, ну, честно признаемся, не каждый человек сможет управлять. Да, менеджмент оказался, к сожалению, не для всех. Да, это очень сложное явление, допустим, даже вот есть люди, которые приходят, могут, можно сказать, разрушить даже самый такой крепкий союз. Даже семьи распадаются иногда, вот приходит кто-то из семьи. Иногда у нас в Казахстане, к сожалению, это частое явление. Вот, это, ну, на самом деле, надо взять, кстати, у нашего народа было одно преимущество. Вот даже по родовым тангу мы видим, что все племена практически имеют очень тесные связи друг с другом. То есть, это говорит о том, что у нас даже на таком, вот мы, по сути, ну, как любого казаха, неважно, с какого он рода, племени, мы его воспринимаем как, ну, как часть, ну, как часть своей семьи. Ну, как туз, да, родственник. Хотя я этого человека не знаю, но генетически, вот, уже психологически он для меня как единый народ, то есть переживает. Но когда, к примеру, мы там видим башкир, татаров или крыгизов, когда он тоже из такого же племенного объединения, например, Найман, Конрад, Дулат, то ты уже тоже его воспринимаешь как часть народа. Я думаю, что это тоже была своего рода такая политика наших предков, очень умная, потому что, во-первых, не все народы умели объединяться в крупные империи. К примеру, тюрки умели, они знали, как это делается, объединялись. Конечно, иногда это приводило к какому-то авторитаризму, но это тоже уже чисто человеческие психологии. А сейчас, Казахстане, какая идея? Сейчас вот нас как народ что объединяет как идею, что мы, знаешь, типа вот мы все 20 миллионов казахстанцев, мы движемся толпой. Во-первых, Казахстан, сейчас скажем, это большая страна, 27 миллионов населения. Большая по территории, но по численности нет. Уже не маленькая, 20 миллионов человек это... Даже нет, ну давай, ладно, хорошо. Да, то есть я имею в виду то, что здесь, конечно будет, ну, часто сказать, вот сейчас есть разные мнения, да, по поводу будущего Казахстана. Кто-то его считает, видит там, как частью, можно сказать, восточного мира, кто-то считает его частью, ну, такой культурный, северных, да, разные люди, разные мнения говорится. я думаю, что наш путь, вот, надо использовать опыт именно древнятюрского каганата. Почему? Потому что в этот период то слово тюрюк, это означает слово законный, да, неважно кто-то из какого ты племени, но если мы даже посмотрим, что слово тюрюк даже сохранилось после тысячелетнего, да, отсутствия каганата, мы все равно себя в какой-то момент называем тюрюками, тюрюк, то есть праведный, законный, даже легитимный. Мы тюрюки именно в своей территории, мы исторический народ, который здесь жили. И я думаю, что вот этот тюрюк, это то, что есть какой-то закон, есть какой-то порядок, то мы его тоже должны соблюдать. Почему? Потому что, как показ практика, те народы, у которых, можно сказать, древняя история, которые сохранялись тысячелетиями вот этот принцип, бывали периодки упадка, даже вот мы видим это по Римской империи, там падало, и Византия потом падала, итальянские, генуэзские, там княжества между собой, там воевали, там были в периодке, их там даже немцы завоевывали, да. То есть это говорит о том, что, но все-таки они смогли, за счет чего? За счет того, что у них была тысячелетняя история. Вот. У нас есть тысячелетняя история, да, мы ниоткуда не пришли, ниоткуда не вышли. Я думаю, что нам нужно вот эту тюркскую идею очень сильно популяризировать, но не идею Турана, потому что вот я против использования вообще этого термина Туран, потому что Туран, это так нас называли ираноязычные племена. Действительно, слово Туран несколько раз встречается в тюркских памяти, но это просто имя человека, и то жившего вот в Хакасии. Но это как китайцев, мы называем китайцами, а не себя китайцами. Да, мы тюрки свое государство называли либо Бенгуэль, Мангуэль, либо называли Тенриэль, то есть государство, хранимое Богом. Кстати, я еще думаю, что, допустим, вот сейчас мы недавно вместе, ну, можно сказать, с коллегами, соратниками, единомышленниками, единоверцами, потому что я, допустим, так как изучаешь историю Казахстана и вообще историю тюрков, конечно, я уже, можно сказать, лет как 15, даже больше, себя считаю исключительно как тенгрианцем, то есть я действительно верю в то, что есть Бог, его зовут Тенри, и я его по-другому не называю. Почему? Потому что даже в древне-тюрских источниках Бога всегда только называют как Тенри на футболке. И получается вот сейчас, я думаю, что, конечно, тенгрианское вот это мировоззрение, кстати, вот мы хотим ли... Кстати, это мировоззрение или всё-таки религия? Или это, подожди, или это одно с другим не сравнивается, это разные понимания, вообще разные слова, разные определения? Вот давайте, что такое мировоззрение, вера и религия? На самом деле, можно сказать так, вера и мировоззрение и религия это очень сходные, схожие, по сути, понятия. Достаточно очень сложно их отделить друг от друга, но если так сказать, ну по-простому, вера и мировоззрение это ваше личное убеждение. Вы можете в это верить, не имея на это каких-либо доказательств, просто это ваша вера, то есть вы можете верить в плоскую землю, или верить в Макронного Бога. Это ваша вера, вы знаете, что вы можете быть неправым или правым, но это ваше личное субъективное мнение. Мировоззрение, уже чуть более обширное понятие, это вы, как вы представляете этот мир. Ну и какие-то принципы. Принципы, да. То есть, а вот насчет слова религия, религия это уже совокупность всех явлений, это и мировоззрение, и философия, и обряды, ритуалы. К примеру, это совокупность, да. К примеру, что такое тенгрианс? Это же не только вера, это еще и какие-то определенные ритуалы, какие-то праздники, допустим, науруис, или вот все казахские традиции, бета-шар, они же не просто так возникли. Они возникли на представлении религиозном, то есть, по сути, есть такое понятие религиозное мировоззрение. И тенгрианство, это достаточно тоже обширное понятие, действительно может быть и как ваше личное мировоззрение. То есть, вот многие сказали, вот Ирланды, для меня тенгрианство это мировоззрение и философия. Я говорю, вы правы. Если вы говорите, что тенгрианство это мировоззрение и философия, вы правы, потому что вам никто не может это запрещать. А что такое тенгрианство именно древентюрского периода, как имперское тенгрианство, то это уже, конечно, религиозное мировоззрение кочевников, которые жили на такой огромной территории. Тире свод законов, да? Тире свод законов, да, то есть там есть и обряды, ритуалы, то есть, допустим, мы знаем, да? Запреты и разрешения какие-то. Да, были очень строгие запреты, были и, ну, какие-то что-то допустимое. Это, кстати, ну, чтобы был порядок, это везде требуется, не только в религиозной сфере, но и в мировоззренческой, да и в обыденной жизни. И вот нас начали многие критиковать, вот вы решили тенгрианство зарегистрировать. Я говорю, во-первых, тенгрианство, это вот пример, кстати, я вот хотел подчеркнуть, вот такой есть известный писатель, Радик Тимиргалиев. Я очень к нему с таким, с уважением отношусь, действительно, он очень популярен среди народов, но, допустим, он недавно сказал, что нет никаких фактов присутствия или свидетельств о тенгрианстве. Но вот, допустим, человек может действительно найти любой древний тюркский памятник, а их очень много, да, открыть и посмотреть, кого верили тюрки. Первое слово об этом расшифровано. Да, даже самое первое слово, которое расшифровали, было тенри. То есть тюрки бога называли только тенри. Быр тенри, кокменга тенри и так далее. Даже всю свою, даже каганы, когда объясняли свои какие-то указы, приказы, они говорили, что это тенгри им приказал, тенгри указал, тенгри подсказал и так далее. То есть даже мы видим в тюркских источниках. То есть даже тюркские каганы как бы считались проводниками и делали по напутствию тенгри. И даже вот помним фильм Чингисхан, да, когда молится, да, когда он молится, это кокму, тенгри, да, имя сил, то, что я задумал. Кстати, если мы даже посмотрим переписку казахских ханов, как они писали, или там золотардынских ханов, тенгри, кучбирту, кучун. Кстати, вот это, можно сказать, приветствие не изменилось со времен тюркского каганата. Так что тюркские каганы подписывали тенгри, кучбирту, кучун, силы данные, тенгри, я повелеваю, там, вот так вот. Это мы видим свидетельства. Мы даже видим, что у тюрков было понятие реинкарнации. Даже вот казахи продолжают до сих пор говорить. Артыкарил и Бусан, они же не говорят, как он... Да, то есть он ушел в тот мир. Да, кайт сволда кайт вернулся, да, мне тоже в последнее время поражают эти слова. Что мы видим, к примеру, в стиле Культигин написано, Культигин уча бардээс тенри тиригет кичи. Это вот последние строчки Культигина. То есть Культигин улетел, улетел, уча бардээс, пока тенгри его снова не оживит. Прямо как это, да? Да, потому что у тюрков, кстати, у тенгрианского мировоззрения считается, что мы не один раз здесь живем. Да, да, мы перерождаемся. Да, перерождаемся. Поэтому... На своем роду, да. Да, поэтому и мы, как вот наша нынешняя жизнь тоже влияет на следующее. Поэтому мы должны жить достойно. И, кстати, чаще всего у тюрков считалось, что перерождаются именно своих родственников. Да, да, вот в своем роду ты перерождаешься, да. Да, но может через какое-то поколение. На самом деле, вот, кстати, недавно я это обнаружил, такое же сходное мировоззрение и даже в религии Худу. Не вуду, а в Худу в Африке. То есть, в Западной Африке есть такая религия наподобие Худу. И там тоже считается, что человек, если умирает, то рано или поздно он может переродиться в своих потомках. Поэтому человеку было важно оставить после себя потомство. Ну, правильное потомство, правильное воспитание. Да, и наставить его воспитание. И чтобы плохая репутация не осталась. Да, потому что человек все равно может ощутить последствия своих действий. Последи royalties. Поэтому до сих... Я просто хотел прекратить все эти споры насчет тенгрианцев. Это религия, не религия. Конечно, религия, в моем понимании, и в понимании ученых. Почему? Потому что есть Бог. Все эти постулаты есть, которые нужны. Кстати, мало кто об этом знает, но тюркских каганов восприняли как своего рода посланников. Их назвали еще, помимо кагана, еще и эльчи, то есть тот, кто передает волю. Не пророк, а посланник. Посланник, да. Кстати, многие пророки, которые мы сейчас по-русски знаем, пророки, на самом деле не пророки. Они посланниками считались. Вот даже можно отследить по культуре других народов. У нас осталось пару минут, если что-то хочешь еще досказать. Да, вот сейчас я хотел сказать то, что я лично считаю то, что если в Казахстане будет... Почему я хотел вообще популяризировать, ну как официально зарисовать ингредианство? Потому что я хотел, чтобы наш народ действительно лучше знал свою историю. И чтобы был какой-то некий государственный орган, которым любой человек, который действительно хочет узнать свою историю, мог прийти в любой момент и обратиться, да. И за помощью, и за моральной поддержкой, и за просто найти... Казахов уже не только в Казахстане еще есть, которые... Да, потому что на самом деле, вот, то есть ингредианство, она объединяет же не только казахов. Вот, к примеру, сейчас активно ингредианство возражается везде. И в Якутии, кстати, она зарисована, да. В Татарстане очень много людей. И, конечно... К нам в Вене приезжают вот на спиритов в Тенгри все, да. Кстати, вот тоже в фестивале проводится, у нас столько банков с таким названием. Это говорит о том, что вот эта вера в Тенгри, она была присуща всем народам Евразии. И она была, я думаю, одной из основ вообще появления казахского этноса и вообще тюркского этноса в целом. То есть я думаю, что слово тюрк, это было именно на религиозной основе. То есть люди объединились на вере в единого Тенгри. Кстати... Опять же, идея объединения. Кстати, вот многие думают, что... Что такое религия? Это должно быть там Бог, книга священная и пророк, да. Но на самом деле, если так углубиться и посмотреть, то, к примеру, буддизм, мы не можем сказать тогда религии, потому что у них вообще нет концепции Бога. Соответственно, не все религии могут попадать под это. А, допустим, если мы возьмем крупные мировые религии, это христианство, ислам, то у них есть конкретные родоначальники, основатели веры. Это, например, Иисус Христос, пророк Мухаммед. А тенгрианство, в отличие от многих аврамических религий, возникло естественным путем. То есть естественное мировоззрение кочевника. Позже, во времена Каганата, она была образована в такую монотеистическую форму, приобрело для того, чтобы объединить политические различные племена. Вопросов много, ответов на них, к сожалению, маловато. Но то, что вы делаете с ребятами, это очень круто, молодцы. Дай бог вам здоровья, силы, энергии продолжать искать и рассказывать нам и остальным казахстанцам, казахам, что как происходит, и чтобы мы могли твердо стоять на своей земле. Спасибо. 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 Спасибо.